Welcome back to my channel. Добро пожаловать на канал Kirill's English. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о habits, о привычках и как можно давать характеристику человеку, используя времена present, progressive или continuous и simple present. В английском языке существуют разные способы для того, чтобы описать привычки человека, описать его обычные рутинные какие-то действия. И выбор времени будет продиктован прежде всего ситуацией, контекстом, конечно же, и в каком настроении находится говорящий, какое значение хочет передать. Он хочет выжить какие-то положительные, отрицательные эмоции, явные ненавязчивой форме, кинуть камень в огород человека, о котором он рассказывает. Это все очень важно в английском языке. Допустим, что у нас есть некий молодой человек Джефф, который курит после ужина. И на примере трех предложений разберем, как меняется смысл сказанного. Jeff smokes his cigar after dinner. Вот такое предложение. Джефф курит, сигару выкуривают после ужина. Нам это предложение, кроме какой-то фактической информации, ни о чем больше не говорит. То есть мы не понимаем это как это хорошо, это плохо, говорящий как к этому человеку относится. Это вот такая сухая, простая информация. Jeff smokes his cigar after dinner. Второе предложение. Jeff is always smoking his cigar after dinner. Данное предложение нам показывает attitude, отношение человека говорящего к вот этому выкуриванию сигары после ужина. И если вы смотрели одно из моих предыдущих видео, целый урок был этому посвящен. Present continuous и слово always в данном случае передают annoyance. То есть вы, you are annoyed, вам это не нравится, вас это раздражает. После этого, скорее всего, будет какая-то фраза, например, I hate it, it annoys me, I can't stand this smell, it is smoke. He is always, he is always. Так передаются негативные эмоции. Это какая-то критика камни в огород человека. Is always doing. Это что-то always происходит часто, чаще, чем нормальным людям бы хотелось. Jeff will smoke his cigar after dinner. Простое simple futures will показывает нам, вернее, дает характеристику человеку. То есть мы знаем, что это привычка Jeff, а не просто какой-то факт, и вот оно имеет место. Jeff will smoke. Как правило, в речи will сокращается, вы знаете, до простого all, Jeff will. И если will не сокращается, а произносится отчетливо, у этого есть свои цели. Jeff will smoke his cigar after dinner. Здесь получается, функция совпадает с is always smoking. Ну, вы говорите это по-другому. То есть вы даете и характеристику человеку, но вы даете, показываете тем самым собеседнику, что вот эта вот характеристика, она негативна. То есть there is an element of criticism. Такой элемент критики. В этом есть. И опять же, это предложение вырвано, скажем так, из контекста, потому что в речи это будет все окружено каким-то другими предложениями. То есть там человек скажет либо в начале, либо в конце, что I don't like the smell of it, I just hate it, and I just wish he would stop. Мне бы хотел, чтобы это прекратилось, потому что я не выношу просто запах этого. Но, тем не менее, I'll just put up with it. Я на это закрываю глаза, мне пофиг. Разные градации, вот разные времена помогают нам поиграть языком. Это что я называю уровень языка. Многие подходят к уровню intermediate, beginners на основе грамматики, как им кажется легкой, либо трудной. На самом деле, в реальном мире это все не работает. Это работает где-то, наверное, в пределах школы. Когда вы оказываетесь в стране языка, на котором люди, носители языка говорят, вот ваш mastership, да, оно измеряется вот такими градациями. Умеете вы играть, play with the language, играть с языком? Такой вот мини-рассказ на основе трех вот таких времен про сестру. Первое предложение. My sister works in a bank. My sister works in a bank. Моя сестра работает в банке, и здесь простой факт, сухое перечисление какого-то действия. То есть никакой дополнительной информации это нам не дает. She is always barring my clothes without asking. She is always barring my clothes without asking. Второе предложение. Здесь уже детали. Здесь нам уже не нравится, что она постоянно надевает, берет мою одежду без спроса. She will go out on a Friday night and won't be back until morning. She will go out on a Friday night and won't be back until morning. Здесь уже характеристика. Знаете, такой pattern, как говорится, повторяющееся действие, что она постоянно уходит тусить, уйдет. В пятницу. И до утра ее вообще даже можно не ждать. То есть до утра она не возвращается. И в зависимости от того, как будет произнесено will, либо просто, тогда это обычная характеристика, сокращенная я имею в виду, либо she will go out on a Friday night. То есть здесь прям камни в огород так и сыплются. Мне это не нравится, и хотелось бы, мне кажется, чтобы она этого не делала. Смотрите, два предложения. He always asks questions in class. И he is always asking questions in class. Вот такие два предложения. Одно нам просто перечисляет факт, что он, да, спрашивает, задает вопросы. Но мы не знаем, хорошо это или плохо. Второе предложение помогает to clarify it. Все это расшифровать. Может быть, это все надоедает учителю, и эти вопросы даже, может быть, не в тему. Можно, конечно, пойти дальше и сказать He will ask a lot of questions in class. Он всегда спрашивает. Это его характеристика, это его характеризует с определенной стороны, и здесь нет ничего негативного. But he will ask stupid questions in class. Oh my god, I hated it, I wish he would stop doing that. It's just wasting the teacher's time. И здесь это показывает, такая мини-ситуация показывает нам, что эта характеристика, которую вы даете ему, она негативна. То есть, выбор таких времен будет обусловлен прежде всего, с каким человеком вы общаетесь. She will make me wash in ice cold water. Она заставляет нас мыться в ледяной воде. Ice cold это ледяной. То есть, she will, и не нравится вам это, потому что will не сокращается. Обычно в речи she'll, she'll, she'll. She will, она заставляет нас постоянно, это ее характеризует с не очень хорошей стороны, но вот сами делайте там какие-то свои выводы. Она часами сидит и смотрит на огонь. Там в камине где-то, либо, может, на ульте. Mark will leave his homework until the last minute. Или Mark will leave his homework until the very last minute. Чтобы подчеркнуть, что прям до последнего момента он ждет, пока домашняя работа уже прям стоит. Обязательно ему надо ее сделать, только тогда он ее делает. Вот здесь will, в зависимости от того, как произносить, может и иметь элемент критики, либо просто показывает, что у человека есть такая привычка, и вы его характеризуете с определенной стороны. Давайте подведем итог. Когда вы просто хотите сказать, что вот человек есть, и он так себя ведет, и, собственно, никакой эмоции не передать, такой сухой английский язык, как я его называю, вы используете обычное время present, simple или simple present, которое у нас отвечает за факты. Если вы говорите is always doing something, always можно говорить, is forever doing, постоянно что-то делает, тут уже пошел негатив, камни в огород кидаем. И will, в зависимости от того, как произносится в речи, может совпадать по значению is always doing, но тем самым вы даете характеристику человеку. То есть is always doing, это все-таки не характеристика, это просто повторяющиеся очень часто, чаще, чем вам бы хотелось действия, а will это описание человека, который имеет место тенденции к такому поведению. У моего канала есть инстаграм, подписывайтесь, если хотите узнать больше, идиомы, фразовые, глаголы. Я увижусь с вами на следующей неделе. Всем отличных выходных, с майскими вас праздниками, теплых погод, не болейте, пока!